В церкви много духовных злоупотребителей. Люди часто бьют друг друга писанием. В Ефесянам 5 сказано, что жена должна подчиняться мужу. А моя мама говорит, а вы ее любите? Потому что в Ефесянам также сказано, что муж должен любить жену так, как Христос полюбил церковь, и отдавать за нее свою жизнь. Привет, я Пол. Пол. Почти 10 лет назад мой папа, мой герой, мой пастор неожиданно скончался. Он построил крупную церковь и оставил на нас большую ответственность. Когда он умер, я потерял не только отца, но и веру, цель и будущее. Но Бог пришел, восстановил мою веру и дал мне послание надежды, чтобы я мог делиться с ним вами. Вы здесь не случайно. Бог не отвернулся от вас. Ваши лучшие дни ждут вас впереди. И вы победитель в жизни, потому что в вас живет Иисус. Притчи, глава 27, стих 12. Народ, вы здесь? Издайте какой-нибудь звук. Притчи, 27, стих 12. Благоразумный видит беду и укрывается. Мудрый человек видит опасность и укрывается. Они опытные, идут вперед и наказываются. Перенесем это на отношения. Если вы видите какой-то предупреждающий знак, то сделайте что-то. Не ждите, пока начнется пожар. Если вы видите дым, идите и разберитесь с этой ситуацией. Мудрый видит опасность и укрывается. Но глупый мужчина или глупая женщина говорит, «Ничего страшного, все решится само собой». Не стоит обращать на это внимание, а потом они страдают от последствий. Сейчас время обратить внимание и открыть глаза. Многие люди идут по жизни со связанными глазами. Свидания вслепую, слепые отношения. Но нам нужно открыть глаза и посмотреть на то, что происходит. Сегодня буду говорить правду. Вы хотите услышать правду? Ну же, вы выдержите эту правду. Познайте истину. Истина сделает вас свободными. Но иногда правда причиняет боль. Вы не против, если сегодняшняя проповедь будет непростой? Даже если вы против, я все равно буду говорить об этом. Продолжим говорить о красных флагах в браке. Когда вы женились, на свадьбе все было прекрасно. Невеста шла по проходу, а вы большими глазами смотрели на нее. Затем вы произносили клятвы. Потом свадьба закончилась и началась семейная жизнь. И вдруг начали подниматься различные красные флаги. Что же делать, когда вы видите красные флаги в браке? Рад, что вы спросили. Именно об этом мы и поговорим сегодня. Я хочу вам дать 25 красных флагов. Вы думаете, о боже, опять? Мы разберем все эти 25 флагов. Но перед этим я хотел бы сказать, что любой брак — это труд. Любой брак, который кажется вам успешным, стал таким, потому что люди работали над ним. Ничего не бывает случайно. Требуется много труда. Я услышал одну историю о парне, который во всем угождал Богу. Этот парень всеми силами старался угождать Богу. И Бог сказал, «Я дам тебе все, что ты хочешь». Тогда парень сказал, «Я хочу, чтобы появилось шоссе, которое идет через океаны и соединят все континенты». Это большая просьба. Может, что-то другое? Да. Я всегда хотел понимать мою жену и других женщин. А Бог ответил, «Ты хочешь шоссе с пяти или семи полосами?» Иными словами, понимать и ладить друг с другом — это тяжелый труд. Другая пара решила пойти к семейному психологу. Они много и часто ссорились. И жена убедила мужа в том, что им нужно сходить на консультацию. Психолог был вдвое старше их. Они сели на диван, и он говорит, «Расскажите, что происходит в вашем браке». Они начали говорить, и это превратилось в Третью мировую войну. Они кричали, вопили и обзывались. «Ты такая, как твоя мать». В конце концов, психолог сказал, «Я хочу вам кое-что показать». Он попросил жену встать с дивана, а мужа наблюдать за происходящим. Он обнял жену и сказал, «Вот что каждый день нужно вашей жене». И муж ответил, «А когда мне привезти ее к вам завтра?» Этот парень не хотел работать над своим браком. Он хотел, чтобы все сделал психолог. Итак, чтобы иметь хороший брак, нужно трудиться. Скажите, трудиться? Слушай эту проповедь. Нам нужно открыть свои уши и слушать не только то, что не так с моей женой или мужем, но и что Бог хочет сказать именно мне. Что Бог хочет сказать именно мне? Мне нужно открыть свои уши и проявить смирение. Мне нужно открыть глаза, чтобы увидеть, что Бог хочет показать мне. А еще открытое сердце. Скажите, пожалуйста, открытые уши, открытые глаза и открытое сердце. Готовы? К 25 красным флагам. Готовы или нет? Вот они. Номер один. Когда в браке долгое время нет интимной близости, интимная близость должна быть в браке. И все мужчины сказали «Аминь». Секс — это хорошо. Это Божья задумка. Секс важен для брака. В браке должна быть здоровая интимная близость. Если это происходит раз в год, то пара снова может разжечь огонь и вернуть интимную близость в брак. Эти красные флаги — это не поводы для развода. Поэтому не нужно думать. Это конец. Все флаги, которые я покажу вам сегодня, это повод для разговора. Нам нужно поговорить об этом. Разве это воля Божья для нашего брака? Это же красный флаг. Давай выясним, что является причиной и разберемся с ней. Да, давайте разберемся. Номер два. Когда вы перестанете извиняться за плохое поведение. Он больше не говорит «прости». Она больше не говорит «мне очень жаль». Если так происходит, то брак становится таким холодным, что никто больше не извиняется за плохое поведение. Привыкай. Лучше уже не будет. Поэтому терпи. Если мы теряем эту мягкость внутри и понимание того, что не стоило так говорить, вы будете задевать чувства друг друга. Но должно быть покаяние и желание сказать «прости». Давайте попрактикуемся. Скажите «прости меня». Прямо сейчас мы приносим исцеление в браке. Номер три. Когда он или она выбирает определенные местописания, которые выгодны им. Даже если это ранит вас. В детстве мама рассказывала мне историю о мужчине, который пришел к нам домой. И он хотел наш адрес. Это было несколько раз. Мне нужно поговорить с пастором. Прямо сейчас. Он стучал в дверь, и мама открыла ему. Но оставил стеклянные двери закрытыми. «Сэр, я могу вам чем-то помочь?» Он сказал, «Вы должны сказать моей жене, что ей нужно подчиняться мне». А в Ефесянам сказано, что жена должна подчиняться мужу. А моя мама говорит, «А вы любите ее?» Потому что в Ефесянам также сказано, что муж должен любить жену так, как Христос полюбил церковь. Моя мама проповедовала ему, и он был недоволен. Он рычал, как некоторые сейчас из вас. Сегодня мы изгоним ваших демонов во имя Иисуса. Свобода приходит в нашу церковь. Не нужно выводить в туалет во время проповеди ваших демонов. Я проповедую и себе. Мы должны быть готовы принимать все Писание, а не только те стихи, что выгодны вам, но и те, что обличают вас. Библия говорит о взаимном подчинении, взаимном уважении и взаимной любви. В церкви много духовных злоупотреблений. Люди часто лгут друг к другу Писанием, но при этом не принимают те стихи, которые призывают их изменить их поведение. Номер четыре. Когда нет никаких границ с родственниками мужа или жены. Дух Святой, ты здесь сейчас? Ты меняешь атмосферу в нас. Я люблю родственников жены. Сегодня у моего тестя день рождения. С днем рождения. Послушайте, родственники не должны участвовать во всех ваших спорах и принятиях решений. Если родственники контролируют принятие всех решений или пытаются вмешаться в любой спор и при этом не позволяют детям становиться взрослыми, мужчине не дают стать мужчиной, а женщине женщиной. Библия говорит, что двое должны стать одним. Они должны остановить своих родителей и прилепиться друг к другу. Как двое могут стать одним, если между ними всегда есть родственники? Должны быть границы. Скажите границы. Не нужно так смотреть на меня. Да, должны быть границы. Перед нашей свадьбой мы с Вишли прошли 12-недельные курсы, которые проводили Карл и Черити Тейлор. Они рассказали нам смешную историю. Когда мы только поженились в Квинси, мы переехали в многоквартирный дом. С одной стороны от нашей квартиры жили одни родители, а с другой стороны другие родители. То есть они снимали квартиру рядом с родителями и все их братья и сестры жили на том же этаже. Они сказали, что это был настоящий ад. Очень сложно было стать настоящей семьей. Все все слышали. Нельзя было нигде уединиться. Все было слышно. Не буду углубляться в детали, но главное это границы. Запомните, главное это границы. Когда же мы начнем отвечать за свое поведение, свои действия и свои слова? Пусть это закончится на мне. Самое большое откровение этой серии это взять на себя ответственность за то, что происходит в нашей жизни и перестать обвинять в этом других. Номер пять. Когда он или она отказываются идти на консультацию. после многочисленных разговоров консультация психолога не помешает. Мы с Эшли бывали у разных христианских психологов. Мы общались с ними не из-за краха в нашем браке, потому что мы хотели понять, чтобы наш брак оставался на скале на Иисусе Христе. Мы хотели, чтобы наш брак был сильным и мы понимали, что нам нужны инструменты для этого. Нам нужен был навигатор в разных решениях. Мы смело обращались к психологам, потому что в нашей жизни были зрелые семейные пары, которые говорили, что в подходе к психологу нет ничего плохого. Это не красный флаг, а скорее зеленый. Это значит, что вам настолько важен брак, что вы готовы обратиться за помощью или советом к Божьему человеку, который разбирается в браке. Забавно, что когда мы рассказывали об этом людям, они спрашивали, что случилось. У вас все в порядке, вы разводитесь? Нет, мы лишь хотим укрепить наш брак. Если вы отказываетесь принимать помощь от христианских психологов и консультантов, то я хочу сказать вам, что в этом нет ничего плохого. Это не значит, что у вас что-то не так. Номер шесть, когда они не хотят находиться рядом с родными, друзьями или в другой форме поддержки. я не хочу с ними общаться. Это противоположная ситуация. Тут родственники не наседают, а от них полностью отстраняются. Я не хочу видеть твоего отца или твою маму. Я не хочу встречаться с твоими родственниками. Мне не нужна никакая система поддержки. Для того, чтобы брак был здоровым, у него должна быть хорошая система поддержки. Если вы недавно приехали в Талсу и теперь вы вдали от всех своих родных и близких, то присоединяйтесь к сообществу нашей церкви. В этой церкви есть благочестивые духовные матери и отцы. Номер семь, когда они перестают служить и начинают поклоняться нарциссической троице. Я мне и мое. Я говорил об этом с неженатыми, но в браке это еще серьезнее. Библия говорит, что брак срабатывает лишь в том случае, когда глава семьи является слугой Христа. Иисус сказал, «Я пришел, чтобы служить, а не чтобы мне служили». В браке муж должен подражать Христу, иметь мышление и отношение слуги. Сила нашего брака зависит от нашей готовности служить. Если этого нет, брак начинает рушиться. Если никто не хочет служить, то это красный флаг. Только я и мне. Я не собираюсь служить тебе. Это ты должен или ты должна служить мне. Я женился на тебе, чтобы ты мыла посуду и убирала дом. есть нет взаимного желания служить друг другу, то это не здорово. Я вижу, как вы на меня смотрите сейчас. Пусть Бог благословит вас. Номер восемь. Когда вы перестаете перекладывать усилия к тому, чтобы качественно проводить время вместе. Когда вы больше не стараетесь ходить на свидания, общаться, завтракать вместе, ездить в отпуск, послушайте, не нужно много денег, просто найдите время для своего любимого человека. Находите время, чтобы уединиться. В самом начале семейной жизни мы с Эшли решили каждую неделю ходить на свидание. Сегодня у нас трое детей, но по Божьей благодати мы продолжаем делать это и сегодня. Это требует усилий. Нам нужно найти няню или вызвонить мою маму и спросить, посидит ли она с детьми бесплатно. Так значительно дешевле. Номер девять. Когда один из супругов хочет контролировать все. Когда один из супругов все контролирует. Не тебе решать, что лучше для нашей семьи. Я буду решать. Я глава семьи. Последнее слово за мной. Вся наша семья станет веганами или вегетарианцами, потому что я веган. Ты даже не можешь решать, какое молоко мы будем пить. я главный. Я все куплю. Я все равно куплю мотоцикл. Когда в браке такой чрезвычайный контроль, это красный флаг. Это красный флаг. филиппийцам глава 2, стих 2, 4 сказано «Ничего не делайте из пустых эгоистичных побуждений». Если ваши побуждения эгоистичны, то оставьте их в сторону и имейте то же отношение, что было у Христа. Когда мы разбираемся с духом контроля, мы приводим его к кресту. Номер 10. Когда ежегодно тон сменяется на постоянные жалобы, сарказм, унижение и так далее. Некоторые люди считают, что такое отношение мотивирует человека. Чем больше я буду подшучивать над ним, тем больше он будет стремиться к тому, чтобы стать лучшим мужем. Нет. Нет. И еще раз нет. Унижение, сарказм и обидные прозвища никого не мотивирует стать лучше. У меня был тренер по футболу в 7 классе. Он был отцом и одного из игроков нашей команды. Когда он приходил на тренировки, вот он как говорил, нам по 12-13 лет, и он кричит, вы слабаки, моя бабушка бегает быстрее, чем вы. Он постоянно обзывал нас и унижал. Никому из нас это не придавало желание лучше играть в футбол. Нам скорее хотелось бросить футбол. Я говорил отцу, я хочу бросить. Мне больше не весело. Возможно, вы думаете, Пол, тебе нужно вырасти и спокойно относиться подколом и прозвищем. Нет, это буллинг. А буллинг не отражает Божью природу. Если в вашем браке присутствует буллинг, и вы думаете, что он будет мотивировать вашего мужа или жену стать лучше, то я вам говорю, во имя Иисуса, прекратите этот буллинг, сарказм и подколки. Если вы не извиняетесь за свое поведение, это некрасиво, это не по-христиански и не здорово для вашего брака. Не убивайте посланника, я просто приношу вам Слово Божье. Номер 11. Когда он или она постоянно уходят гулять без вас, я пойду поиграю в бильярд, а можно мне с тобой? Нет, там будут только парни. А на следующий день я пойду поиграю в гольф, а можно мне с тобой? Нет, и на следующий день я пойду в боулинг, а можно мне с тобой? Нет, и так каждый вечер он уходит один. Примите решение изменить это прямо сейчас. В хобби нет ничего плохого, но если постоянно оставляете своего партнера одного, послушайте, вы женаты, поэтому живите в браке. С может казаться зеленее лишь потому, что вы не поливаете свой сад, вовлекаете супруга в свои развлечения. Номер двенадцать, когда он или она очень злится из-за любой мелочи, это может происходить прямо сейчас, пошли отсюда. Мне не нравится этот проповедник. каждый раз, когда идут проповеди об отношениях, женщины думают, наконец-то, а мужчины думают, этот парень перестает мне нравиться. Послушайте, это очень важно. Я проповедую и себе. Кто из вас еще работает над собой? Большинство из вас еще несовершенны. Некоторые уже достигли совершенства, и мы хотим быть такими, как вы. Мы любим вас, но остальные из нас еще растут. Поэтому важно прислушиваться к проповеди. Мне это нужно, потому что меня раздражает любая мелочь. Вы скажете, а какое это имеет отношение к моим отношениям с Богом? Самое прямое, Библия полна историй о раздраженных людях. Кстати, второй грех в Библии был совершен разъяренным братом по имени Каин. Он не мог контролировать свой гнев по отношению к Абелю. А наивысшее проявление гнева это убийство. Мы видим это и в 2019 году. Брак находится под атакой. В новостных лентах мы видим и слышим все больше и больше сумасшедших историй о семейных парах. враг хочет уничтожить единство. Он хочет уничтожить завет. И церковь будет сражаться за это. Я и мой дом будем стоять на Слове Божьем о браке. А это значит, что мне нужно проповедовать истину. Библия говорит, что лучше получить от друг друга укор, чем скрытую любовь. Когда друг говорит мне, Пол, это неправильно. я слишком сильно люблю тебя, чтобы позволить тебе поступить так. А кто в вашей жизни может сказать вам подобное? Кто может сказать вам, в последнее время ты очень быстро заводишься и быстро обижаешься. Тебя обижает буквально все. Сейчас в нашей стране много таких. Меня обижает это и это. А давайте примем решение не обижаться так легко. Давайте примем решение. Я буду контролировать свой гнев и раздражение. Библия говорит, что вы будете сердиться. Гнев это часть жизни. Гневаться неплохо. Плохо оставаться разгневанным и постоянно проявлять этот гнев в насилии и оскорблениях. Пойдем дальше. Номер 13. Когда обвинение становится обычной реакцией. Когда вы указываете на что-то, но всегда виновен кто-то другой. Почему ты так сказал? Это из-за твоей собаки. У Адама и Евы было все, что так нужно. Брак был задуман Богом. Еще до тьмы и греха Бог создал Адама и Еву и сказал, что двое станут одним целым. Брак был Божьей задумкой. Но затем появился змей и обманул Еву. Затем Ева убедила Адама съесть с древа, которое Бог сказал не трогать. Потом приходит Бог и спрашивает, что случилось? Адам отвечает, это не я, это она. Получилась песня. Это не я, это она. А она говорит, это не я, это змей. И сегодня у нас кто-то другой виноват. Это из-за собаки. Если бы мы не купили этот дом, я был бы другим. Если бы ты не купил эту машину и бла-бла-бла. Если ты не отправил детей в ту школу, я бы такой не была. Бла-бла-бла. Когда же мы начнем отвечать за свое поведение, за свои действия и за свои слова? Пусть это закончится на мне. Надеюсь, это послание вдохновило вас и напомнило вам, что у Бога есть план для ваших отношений. Если вы в браке или еще не женаты, разведены или овдолели, Бог хочет использовать это послание, чтобы укрепить ваши отношения с вашим любимым человеком, чтобы у вас не было красных флагов и были только доверие, мир и обсуждение сложных моментов, чтобы вы могли преодолевать трудности и не сдаваться. Бог хочет, чтобы в вашем сердце была милость, любовь и способность прощать тех, кто нас обидел. Может, вы пережили предательство и не знаете, можно ли кому-то доверять. Я хочу сказать, что Божья любовь способна исцелять ваше сердце и сделать его способным полюбить снова. Давайте помолимся вместе. Повторяйте за мной. Иисус, я принимаю решение доверять Тебе и принимать Твою любовь и Твое прощение. Господь, я прощаю тех, кто меня обидел и предал меня. Мое будущее в Твоих руках. Во имя Иисуса. Аминь. Если мы как-то можем помочь вам, то сообщите нам, звоните и пишите нам. Контактная информация сейчас на вашем экране. Мы обязательно ответим на вашу молитвенную просьбу или письмо со свидетельством или письмо о проблемах в вашем браке. Мы постараемся помочь вам советом. Эту проповедь, как и многие другие, вы можете найти в интернете на нашем сайте. Мы хотим стать ресурсом, который поможет вам расти духовно. А если вы когда-то будете в Талсе, то приходите в Церковь Победы. Мы будем рады вам. Собрание проходит в воскресенье, в субботу и в среду. Если это послание коснулось вас, или же если это служение как-то повлияло на вас, то подумайте о том, чтобы посеять в нас. Это поможет нам достигать еще больше людей Божьей любовью. Мы не можем сделать это без вашей поддержки. Если вы уже наш партнер, то спасибо вам. Не забывайте, что ваши лучшие дни еще впереди. Спасибо за просмотр. Эта программа стала возможной благодаря щедрым пожертвованиям наших телевизионных партнеров и друзей. Редактор субтитров